Здравствуйте, уважаемые на курсе! С вами я, Дмитрий Лафетников, ведущий информационного канала производственной компании Добрый Жар, крупнейшего производителя в России товаров для домашнего самогоноварения, пивоварения и виноделия. А поэтому практически все, что я буду использовать в этом ролике, приборы, оборудование, ингредиенты, вы можете приобрести на нашем официальном сайте, перейдя вот по этой ссылке, также она будет внизу в описании. И в этом ролике продолжим с вами разбирать тему мацерации айвы. Недавно мы разобрали мацерат из отжимок айвы. Получилось ну очень насыщенно и тяжело, не очень приятный напиток. Сейчас стоит отдыхает, может улучшиться со временем. Ссылка на это видео будет внизу в описании. Тогда же я решил попробовать сделать мацерат из айвы немного по-другому. Не использовать насыщенный жмых домашней айвы, а взять бледно пахнущие кусочки айвы из магазина. Что я уже и сделал. Купил 3 килограмма айвы, ближайшие пятерочки, помыл, порезал на мелкие кусочки, вот на такие, залил все это самогоном двойной перегонки, полученным на турбодрожжах ЕСЦ-24 крепостью 45 процентов и оставил на три дня. Вот вы наблюдаете, что получилось. Была такая приятно пахнущая настойка. Я честно даже не ожидал, что будет так пахнуть. Айва в магазине пахла не очень насыщенно. Я даже сомневался, покупать, не покупать. Ну, раз решил, сделаю. И так едва-едва был запах. А вот тут в самогоне аромат раскрылся ну очень хорошо. Я очень удивлен. Посмотрим, удастся ли сегодня передать этот аромат в напиток. Значит, я уже сюда залил на 1 литр самогона 2 литра чистой питьевой воды. Видите, уже объем увеличился. То есть здесь у меня уже заготовка для мацерации. Сейчас установлю куб и залью это все в перегонный куб. Так, все, начался процесс. Сейчас, чтобы не терять время, расскажу, что я сделал до этого. Я установил фальшдно в куб и залил заготовку для мацерации. Смотрите, как получилось интересно. У меня айва собралась на фальшдне, а вся жидкость скопилась внизу в кубе. Возможно, это и есть хорошо. Айва не будет вариться, а пар будет проходить через нее и ароматизироваться. Иногда так делают специально. У меня же получилось неумышленно, потому что мало жидкости. Заодно сейчас проверим, будет ли в этом смысл. Значит, я решил убрать половину кусочков айвы. У меня очень свежо в памяти, какой насыщенный мацерат получился на отжимках айвы. Я тогда использовал все отжимки 100%, которые были в мацерате. Поэтому сейчас отбираю половину. Все готово. Вот, смотрите, я оставил половину кусочков, распределил равноверно их по фальшдно. Ну, я уже сказал, что включил нагрев. Значит, на максимальную мощность куб нагрелся. У меня, кстати, 30-литровый куб и в нем залито всего лишь сколько? 3 литра самогона и 6 литров. 3-3, да, 6 литров. Жидкости получается 9 литров. Это ответ тем, кто спрашивает, можно ли перегонять мало жидкости в большом кубе. Как видите, можно, если все под вашим руководством. Значит, я отобрал головы. Головы, как обычно в мацерате, первые 50 миллилитров. Пахнут они, ну, так, средние, айва чувствуется хорошо. Так, не резко. Приятно, я бы даже сказал. Значит, сейчас продолжаю отбор тела. На максимальной скорости у меня здесь 2 киловатта. Так и оставляю. Значит, буду отбирать до крепости в банке 40%. Ну, как, я посмотрю. Возможно, опять появится запах такой характерный, чем-то, чего-то зеленого, тяжелого, как вот в прошлом мацерате. Если появится, то я, конечно, прекращу отбор раньше. Ну, пока буду ждать. Пока, знаете, пахнет в целом приятно. Айвой пахнет. Неплохо. Ну, все. Ждем окончания отбора тела, и я расскажу, что я получил. Так, все готово. Смотрите, когда в банке, то есть, обращаю внимание, в банке, не в струле, а в банке, стало под 45 градусов, значит, стали пробиваться вот эти неприятные нотки, про которые я говорил. Поэтому я прекратил отбор, не стал дожидаться крепости 40%. В итоге у меня вышла, смотрите, трехлитровая банка, где-то порядка, ну, где-то литр 700, литр 800. Крепостью 45%. Значит, оставляю это на отдых на несколько дней и на дегустацию. Как продегустирую, расскажу, какой этот продукт на вкус. Но уже могу сказать, что пахнет намного лучше, чем прошлый моцерат на отжимках. Ну, не будем торопиться, подождем. Значит, все готово. Вчера была дегустация. Должен вам сказать, что вот это пока лучшее, что есть у меня из айвы. После висельника, конечно. Ссылка на него будет внизу в описании. Пахнет айвой. Ну, просто замечательно. Во вкусе айва. В послевкусии айва. Как сказали, очень похоже, знаете, как на самогон из айвового варенья. Хотя мы все знаем, что здесь, может, если варенье было, то кусочки айвы лежали на фольтне. Сама айва не варилась. Просто ароматизировался самогон. Нет терпкости и вязкости, характерной для айвы в послевкусии и во вкусе тоже нет. Ну, просто вот небо и земля по сравнению с прошлым моцератом. Как бы я, наконец-то, прямо очень доволен. Пусть постоит пару месяцев, будет однозначно еще лучше. В чем причина такой вот существенной кардинальной разницы? Думаю, в количестве и насыщенности. В прошлый раз я использовал, ну, просто ударную дозу отжимок. Причем домашней ароматной айвы. Нужно было, по крайней мере, хотя бы при перегонте в кубе использовать, ну, мизер этой айвы. Там, может, полкилограмма, может, грамм 300. Сегодня же айва была не такая ароматная. Из магазина. К тому же я убрал половину кусочков. Да и пока она стояла в самогоне, аромат раскрылся. Возможно, это и помогло сбалансировать аромат. Причем, даже сейчас, по мнению тещи, было очень ароматно для нее. Ну что же, используйте мой опыт при приготовлении своих напитков. Учитесь на моих ошибках. У меня на сегодня все. Нажимайте на большой палец вверх, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать колокольчик. У нас для вас еще есть много интересных рецептов. С вами был я, Дмитрий Лафетников и производственная компания Добрый Жар.